Всем доброго времени суток, с вами Жи. И ребят, в очередной раз хотелось бы провести две онлайн атаки на клановой войне с моего восьмого домика. Это уже вторая клановая война нашего клана, и поэтому надо провести достойные атаки. Тут, к сожалению, под конец клановой войны противники начали атаковать. И не факт, конечно, что мы сможем победить на этой клановой войне, поскольку очень много номеров мы не смогли закрыть на трехе. Поэтому я планирую в этой атаке закрыть третий номер в мое зеркало и добить какой-нибудь из этих незакрытых номеров. По факту, на самом деле, вот эти все номера с третьего по, не знаю, я смотрел по седьмой, они вообще никак не отличаются, потому что это фловые восьмерки. Единственное, что вот этот третий номер, он абсолютно фловая восьмерка. Смотрите, как она выглядит. И первую атаку я решил провести именно на нее. Не знаю, смогу ли я добить ее на трех. На самом деле, я немножко рискую, потому что мог бы добить более легкую базу. Но вот хочется мне взять эту базу, потому что вот какой-то вот челлендж у меня такой возник, чтобы добить эту базу. Атаковать эту базу я буду миксом Говало, уже давно полюбившимся мне миксом. Давайте пробежимся немножко по его составу. Это 2 голема, 6 валиков, 9 визардов, 8 шаров, 2 бомбера и 12 луков. Атаковать я опять-таки буду через землетрясение по маночкам Хилл Рейдж. В крепости клана сидит лучница и 3 валики. Также у нас есть кинг 10 левела. Что ж, давайте-ка немножко обсудим наши планы на атаку. Так, шпионить. И, собственно, вот. Заходить я планирую сверху. Как видите, крепость клана тут выманивается довольно-таки просто. То есть одной лучницей я планирую это сделать. Если одной не хватит, то использую две. И сманю это все дело вот сюда, на хижину строителя. Далее там распилил крепость клана. Надо будет так рассчитать с лучницами, чтобы осталось еще 3 лучницы на то, чтобы уничтожить крайние домики строителя. Как видите, тут противник как и раскидал. Далее я буду скидывать големов. Скину одного голема сюда на лучницу. И второго голема сюда. Зачищу более-менее круг. Тряса перед этим скинул ровно на ТХ. По идее, должны открыться все центральные секции. И тогда я уже смогу пробить бомберами, собственно, центр этой базы. Я надеюсь, у меня все получится прекрасно. И далее я уже запущу валик. И под Рейджой, и под Хиллом они должны будут вынести центральные ПВОшки. Если же это произойдет, то фактически это будет уже победа. Ну, мне так крайне мере кажется. Я уже буду скидывать шариков вот на эту башню лучниц. На этого визарда. На эту башню лучниц. И на эту башню лучниц. По идее, все эти действия должны привести к трехе. Как будет во время самого замеса, это мы еще посмотрим буквально через пару минут. Ладно, друзья, последние подготовки я провожу и отправляемся в атаку. Никуда не переключайтесь. Итак, ребят, все вроде сходится. Погнали в атаку. Для начала, как и говорили, выманим крепость клана. Смотрите, как тут неудачный кин ходит. Давайте-ка сделаем это отсюда. Отлично, все успевает выйти. Сманиваем все это дело на край, не домик строителя. Далее мы используем 7 лучниц, как вы помните, чтобы всех лучниц не потратить. То есть, вот, мы оставляем трех еще лучниц. Скидываем магов на уничтожение дракона. Тут скинем по лучнице на крайние домики. Так, далее мы будем сейчас скидывать уже после уничтожения этого ненавистного мною дракона. Так, давайте докинем еще визерда големчиков. Одного сюда, второго сюда. Блин, у нас немножко не осталось магов, к сожалению. Скидываем магов. Давайте-ка скидывать тряски на таунхолл. По идее, сейчас разрушатся все секции забора, которые нас интересуют. И далее мы будем уже запускать в центр нашей базы. Валькирий. Валькирий из крепости клана. Так, не пробил я единственное, что забор. Блин, что-то я опять фейлить начинаю. Смотрите, сейчас еще сделаю так, чтобы валькирии пошли по кругу. Вроде бы этого как раз таки не происходит, слава богу. И тут я не открыл забор валькириям, к сожалению, для уничтожения ПВОшки. Блин, ребят. Не знаю, как-то придется под это все подстраиваться. Валькирии убегают у меня из центра и все, ребят. То есть фактически мы, наверное, уже не сможем добить эту базу на треху. Потому что вот сами видите, что происходит. Просто ужасные какие-то действия с моей стороны. То есть я не расчистил место для ПВОхи. И вот сейчас у меня, то есть, есть эта ПВОшка, которая мне тут совершенно мешает. У меня еще много валькирии выжило, конечно. Есть еще непрожатый кинг. Так, уничтожаю сейчас эту вот пушечку. Но, блин, что делать с этой ПВОхой? Я не знаю. Каким-то мистическим образом я не смог открыть доступ к ее уничтожению. Ну, попробуем, собственно, как-то исправить это дело. Еще не все потеряно. Еще целый перешарик у меня есть в запасе. Но прогнозы не самые лучезарные. Так, кинг вроде упирается сюда в забор. Отлично, скоро мы его сможем прожать. О, сейчас вальки будут заходить в центр. Супер-пупер. То есть вальки сейчас убивают эту фигню. Так, давайте скинем тут, наверное. Это дело и скоро уже будет уничтожена последняя ПВОха. Так, ПВОха уничтожается. И давайте-ка скидывать сюда шариков на вот эту вот башню визарда. Фух, ребят, вроде бы все идет не так уж и плохо, как могло бы быть. У нас есть еще кинг. В запасе еще целых 50 секунд шарики. Убивают здание Дефа. Еще выживает пара валькирии. Еще есть 40 секунд на уничтожение вот этих вот зданий коллекторов. Фух, блин, ребят, я так перенервничал сейчас. Опять что-то у меня не совершенно как-то не прет с этими уничтожением крепости клана. Я очень много потратил магов. У меня осталось мало магов для зачистки, собственно, круга. Я забыл про землетрясение, потом скинул их криво. Короче, ошибка на ошибке. Но все равно надо сохранять, конечно, голову на плечах. И, как видели, я до последнего держал шариков. То есть ждал вот этого момента, когда будет уничтожена последняя ПВОха. И тогда уже их скинул. И, наверное, благодаря вот этим вот действиям я все-таки смог взять с этой базы треху на соплях. Но взял, ребят. То есть, насколько бы кривая так и не была, привела она все равно к положительному результату. И свое зеркало я смог закрыть на три звезды. Отлично. Ладно, друзья, поэтому я немножко отдышусь. И будем готовиться уже ко второй нашей атаке. Никуда не переключайтесь. Итак, ребят. Время проводить вторую атаку. Надо немножко только подождать, пока доварится у Евгения третья Валькирия и Лучница. И будем уже проводить атаку. Но для начала обсудим микс. Это, в принципе, такой же микс, как и в предыдущей атаке. Только тут мне понадобится хок на выман крепости клана. Немножко меньше я взял шаров. И больше визардов. И на два больше луков. Ну, то есть за счет того, что я выкинул два шарика, добавилось два визарда и два лука. Во-первых, в этой атаке мне вряд ли бы понадобилось восемь целых шаров. А во-вторых, все-таки слишком много я средств трачу на выман крепости клана. И потом мне нечем зачищать круг. Поэтому я решил сделать этот микс таким образом. Сейчас я покажу вам противника. Все-таки я решил атаковать топовую восьмерку из тех, которые еще не закрыты до конца. Смотрите-ка, выглядит она вот таким вот образом. Довольно-таки интересная база. И опять-таки не могу удержаться, чтобы пройти мимо, собственно, такой расстановки. Какой будет план на атаку? Для начала выманить крепость клана хогом. Сделаю я это вот таким вот образом. Скину тут хога. Он побежит сюда на башню лучниц. Крепость клана выйдет. И далее я сманю ее вот на этот домик строителя. То есть тут я убью крепость клана. И дальше будет уже интереснее, потому что я, наверное, буду скидывать голема на эту пушку. Ну вот скину его где-то здесь. И так он вокруг-вокруг пойдет на эту пушку. Почему я это делаю? Потому что скидывать тряс я буду вот на эту мортиру. То есть чтобы валькирии каким-то там чудом не побежали вот сюда на это эликсиро-хранилище, а потом уже на эту пушку и сюда по кругу. Я попытаюсь обезопасить себя как можно больше и уничтожить эту пушку и зачистить тут немножко круг до того, как вальки, собственно, помогут еще в центр. Второго голема я кинул поближе. Кину сюда вот на башню лучниц. И тут уже с кругом будет попроще. Также надо оставить немножко лучниц будет после уничтожения крепости клана, потому что опять-таки мы видим, что тут есть крайние домики строителей, вот эти вот здания за забором. То есть чтобы потом не тратить на это время, надо будет скинуть туда лучниц. И по идее мне этого должно хватить. Как я и говорил, скидываю я землетрясение вот на эту мортирку, то есть доступ в центр у меня будет и бомберы мне тут не понадобятся. И далее уже после выноса центра тут у нас все визарды и все пвохи, что очень удобно. Если все пойдет по плану, то тут мне уже хватит вот тут два шарика, тут два шарика и тут два шарика, чтобы добить эту базу уже, собственно, до трехи. Как будет на практике, опять-таки посмотрим в самом бою. Пока что план именно такой. Ладно, друзья, провожу последние подготовки, приходит мне Валькирия в крепость клана и отправляемся в бой. Никуда не переключайтесь, друзья. Итак, ребят, армия получена, отправляемся в атаку. Так, попробуем все сделать гладко и четко. Для начала скинем Хога, выманем крепость клана, отлично, вся она выходит. Сейчас Хог будет умирать и сманим все это дело на вот эту хижину строителя. На этот раз не забудем про тряски, скинем их прямо на этого визарда, который бежится сейчас мимо под драконом. К сожалению, землетрясения ему не страшны, видимо он маг земли или что-то подобное. Ладно, начинаю бред нести. Собственно, сейчас будем раскидывать уже лучниц для уничтожения дракона. То есть вот так кидаю лучниц, кидаю пару магов, давайте еще скинем мага. И по идее этого нам должно хватить. Так, кинем по лучнице и так будем следить все-таки за этим. Блин, за этим, собственно, ужасным драконом, который убивает всех моих визардов. Ужасно поступает. Так, ладно, скидываю тогда вот таким вот образом моих колдунов. Никак было по плану, потому что визардов осталось крайне мало. И будем уже, собственно, ждать, пока почистится тут немножко территория. Скину там кинга. Так, давайте колдуны, все, вроде справились. Скидаю валик, валик из крепости клана. Сейчас уже будем следить за тем, чтобы они забежали именно в центр. Давайте, девочки, заходите ближе к центру. И там мы уже будем выносить пвохи оппонента. Так, скинуть хил, наверное, понадобится где-то вот в эту область. Потому что сейчас туда будут забегать валики. И окей, прожимаем кинга. Чуть не забыли это сделать. И начинаем уничтожать эти башни лучниц. То есть, вроде как все раскидал четко. Сейчас уже будем смотреть за тем, как, по идее, шарики должны тут все разрулить. Как вы видели, опять-таки, все пошло не по плану. То есть, опять-таки, что-то мне мешает проводить атаки со спокойной, холодной головой. И делаю я бред немножко. Но, тем не менее, вроде как смогли разрулить и все. Все здания дефа вынесены, со исключением этого чистильщика. И осталось просто доколотить эту базу уже до трехи. Я думаю, мы с этим спокойно уже справимся. Потому что тут есть лучница, тут есть валькирия. С этой стороны есть визард валькирия. Тут по центру наши големы бравые ходят с визардами, опять-таки, валькириями. И шарики также уже уничтожили последние чистильщики. И будут уничтожать муниципальные строения. Итак, ребята. О, нет. Героический маг не смог дожить до конца битвы, чтобы получить орден и подох. Печаль. Но все равно, ребят, треха у нас в кармане, можно считать. Отлично. Не подвел я клан тем, что атаковал все-таки сильные базы, которые еще были не закрыты. То есть я мог атаковать, в принципе, девятый и восьмой номер. И результат бы был такой же, потому что нас уже все практически проатаковали. Но я решил немножко рискануть. Проатаковал топовые базы и все-таки смог их добить до трех. И таким образом мы приносим хоть и всего две звезды в этой клановой войне. Но сделали мы все-таки две трехи. Не знаю, сможем ли мы победить уже на этой кавешечке. Потому что начинают противники вот последние часы атаковать. И неплохо они тут нас позакрывали. Как видите, пока что не добит Владимир у нас. Не добит Кинг. И не атаковали они наши топовые базы. Но я думаю, они без труда это сделают. Потому что топчики еще не проводили атаки. То есть на двушки девятки они так точно возьмут. А вот мою базу наверняка на трешку. Потому что девятый там холл. Восьмерку должен на трешку спокойно-таки сносить. Но я потом напишу вам в комментарии, либо в описании под видео. Победили ли мы в этом каве или нет. А на этом мы будем закругляться, друзья. Спасибо, что смотрели. Я с вами был Жик. Если вам понравился данный видеоролик, то поддержите его лайком. Подпишитесь на мой канал. Также было бы круто, если бы вы отправили данный видос другу. А я же буду с вами прощаться. До скорой встречи, друзья. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok